приветствую вас на youtube канале гитарной академии напоминаю вам подписывайтесь пожалуйста наш канал у нас будет очень много классных классных видео и сегодня одно из таких кстати видео наверное самый известный рок-н-ролльный рик который так и называется рок-н-ролл группа led zeppelin смотрим не менее популярна помимо рифа еще и вступление в эту песню в этот риф потому что вступление начинается во-первых с барабанов которые сбивают всех напрочь они потому что играют в слабую долю извините вот которые значит начинают играть барабаны слабую долю и это тем самым сбивает абсолютно всех с толку потому что гитарист начинает равняться на барабаны что в общем-то в корне неправильно гитарист должен слушать изначально заданный метр и вступает он после барабанового вступления не насильно на первую долю она слабой и с получается 1 и 1 и самый простой способ попасть вам в нужное время в нужный момент в этой песне это отчитать не будете считать в этом нет ничего плохого в общем то да мы считали в школе мы считаем везде мы считаем и здесь считаете доли и после того как вы просчитаете 1 2 3 4 раз мы пропускаем и вступаем на долю слабую после 1 и самое сложное заключается в том чтобы не сыграть этот риф там супер круто супер правильно чтобы в него попасть чтобы попасть в ту самую долю которая не первая вам нужно дослушать вступительная барабанная вот это вот соло и поймать тот момент когда вступает вся группа на первую долю на первую долю ничего не играть ее пропустить и сыграть на вторую на слабую и 1 и 1 и 1 1 1 1 1 1 1 1 давайте посчитаем вместе 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 давайте посмотрим как это выглядит вместе с записью 1 2 3 4 4 6 6 6 5 6 7 7 После того, как вы научились вступать в правильную долю в этой песне, давайте разберем еще пару элементов, которые помогут вам свободнее играть эту песню. Детально разбирать партию мы с вами не будем. Что куда ставится, где прижимается, вы по идее должны разобрать сами. Благо в интернете полны информации, ну а если вы вдруг запутались, вы всегда можете зарегистрироваться на сайте гитарной академии и получить всю необходимую, верную, корректную, правильную информацию. Так вот, детально и углубляясь разбирать мы партию не будем, но несколько фрагментов, несколько элементов, которые вам помогут сыграть ее лучше, мы все-таки с вами разберем. По поводу штриха в этой песне, смотрите, вам нужно играть достаточно свободно, раскованно, по рок-н-ролльному расхлябисто, не даун строком, не только ударами вниз, хотя, например, в какой-нибудь песне в этом стиле, типа AC-DC, это бы очень и очень хорошо сработало. Это было не стиле, это просто как-то была песня от меня, но тем не менее, посмотрите, ударами вниз играть здесь не надо, играем свободно, переменным штрихом, но широко. Не маленькие аккуратные движения, а широкие. Значит, две версии я вам сейчас показываю, правильную и неправильную. Значит, неправильная версия. И правильная версия. Да, она гораздо свободнее, гораздо живее начинает звучать, не так чеканно, не так ровно, как, например, только даун строк, но в этом-то и есть смысл рок-н-ролла. Он драный, он рваный, как можно запикать. Посмотрите, есть в этой песне один фрагмент, один элемент, который постоянно повторяется от разных аккордов. И этот элемент, этот фрагмент делает эту песню особенной и делает ее самой собой. Друзья, посмотрите, пожалуйста, отличительной особенностью этой песни, этого рифа, является нота на четвертом ладу, в каждом из аккордов, который звучит, который берется сначала чисто на четвертом ладу, а потом берется с бендом с третьего лада. Именно бенд делает особенной эту ноту. Так вот, если вы сыграете этот рифт без бенда, рифт, 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 если вы сыграете этот рифт без бенда, посмотрите, что у вас получится, какая фигня у вас получится. Вы, конечно же, можете сыграть эту песню таким образом, но это будет совершенно другая песня. И следующий элемент, на который вам нужно обратить внимание, это пауза. Ее здесь нет. Никаких пауз при переходе с одного аккорда на другой аккорд. Делайте все максимально слитно. Посмотрите, как у нас выглядит неправильная версия. Рок-н-ролла. Пауз здесь совершенно лишний. Быть их здесь не должно. И вот так звучит версия правильно. Посмотрите. Одна маленькая хитрость. Переходы из аккорда в аккорд делаются через удар медиатором наверх. Переход ударом наверх. Он вас спасет. Таким образом, играя без пауз и без остановок, следите за тем, чтобы поток звука не прекращался у вас ни на мгновение. И после того, как вы освоились с игрой этих аккордов в том виде, в котором она звучит на записи, вы можете попробовать добавить элемент, который Джимми Пейдж использовал в концертной версии этой песни. Он добавлял аккорды выше по грифу к тем, как дополнение к тому, что он играл внизу грифа. Значит, смотрите, что вы можете сделать. Давайте я вам теперь покажу, как это играется медленно. И обращу ваше внимание на некоторые нюансы, которые помогут вам сыграть этот рифф с этим дополнительным проигрышем аккордовым. Правильно. Значит, смотрите. Мы добавляем, в данном случае у нас аккорд Ля-7, который мы играем аккорд Ля в открытой позиции, и мы добавляем потом кусочек аккорда Ля выше по грифу. Постарайтесь, чтобы у вас продолжала звучать пятая струна, чтобы у вас не на мгновение, опять же, не на мгновение, чтобы у вас не прекращался ваш звуковой поток. Еще раз. Значит, смотрите. Давайте с вами разберем, в какой момент времени и как лучше сделать вот этот самый переход на аккорды наши выше. Начинаем рифф, как обычно. И после того, как мы сыграли третьим пальцем ноту на четвертой струне, на четвертом ладу, и выходим в аккорд Ля, обратно, мы как раз в этот самый момент переходим выше по грифу. Значит, еще раз, смотрите. И аккорд, что в открытом виде, что тоже в открытом виде, но выше по грифу, продолжает у нас время звучать с открытой пятой струной, не прекращая свое звучание ни на мгновение. И, посмотрите, эта схема с добавлением аккорда выше по грифу, она работает абсолютно для каждого из этих трех аккордов, абсолютно одинаково, в тот же самый момент времени, в тот же самый момент времени, и добавляется этот аккорд, и переходим из этого аккорда обратно. И вы можете просто-напросто потренироваться для начала хотя бы на одном аккорде. Субтитры сделал DimaTorzok